Музунидис 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 Между родственниками запрещены не были, и поэтому, возмужав, Афон и Светон влюбляются в свою прекрасную сестру. Между ними начинается сражение за сердце возлюбленной. Битвы эти проходили на море. Море начинало волноваться, поднимались бури, штормы, которые губили корабли, губили моряков. И, конечно, это никак не могло нравиться Посейдону, и тогда он решает развести своих сыновей по разные стороны. Он бросает в них свой трезубец. Именно так, по преданию, и появился этот полуостров – трезубец Посейдона. На юге этот полуостров оканчивается тремя малыми мысами. В русском языке мы говорим пальчики. В греческом языке их называют ножками. Центральный и восточный полуострова носят имена в честь тех самых титанов. Центральный называется Ситония в честь титана Ситона. Восточный называется Афоном. В честь титана Афона. Ну а западный полуостров сегодня называется Кассандрой в честь царя, который основал город Салоники. А в древние времена действительно его именовали Полине в честь той самой обворожительной русалки. Свое современное название полуостров Халкирики получают уже намного позже. Примерно в восьмом веке до нашей эры, когда это место стали колонизировать выходцы с юга страны, с острова Эвбе, из города Халкида. Дословно «халкидики» означает «маленькая Халкида». Впоследствии в пятом веке до нашей эры города полуострова образуют мощный военный союз, во главе которого стоял город Олинфос. Ну а в четвертом веке до нашей эры в политическую, в экономическую жизнь этого места начинают активно вмешиваться спартанцы и афиняне. Это все склонило жителей полуострова перейти на сторону третьей силы, перейти на сторону македонского царя Филиппа II. И продлилось это на самом деле недолго. Филипп II, показав свою мощь, показав силу своей армии, показав свою хитрость действиями в Греции, отпугнул жителей полуострова Халкидики. Они воспротивились быть под властью македонцев. За это они очень жестоко поплатились. Армия Филиппа II разрушила многие крупные города полуострова Халкидики. Город Олинфос, столица, если можно так сказать, был полностью разрушен, стерт с лица земли и больше так и не восстанавливался. Впоследствии в римский период на территории полуострова Халкидики было несколько крупных важных городов, но о каком-то масштабном развитии этого места не приходится говорить. В 50-м году н.э. по пути из Филипп Салоники полуостров Халкидики посетил апостол Павел. Ну а с 3 по 6 век Халкидики часто подвергались разрушительным нападениям со стороны северных соседей, со стороны гунов, готов. Но с образованием Византии, с принятием христианства, официальной религии, начинается новый этап в развитии этого места. Еще со времен римского правления, еще со времен римской империи на территории 3-го полуострова, то есть на территории Афона, прятались христиане, прятались от гонений язычников с тем, чтобы сохранить свою жизнь, сохранить свою веру. Люди уходили в эти труднодоступные места. Так на Афоне появляется все больше и больше верующих, отшельников. На территории 3-го полуострова впоследствии формируется крупный религиозный центр. К 10 веку на территории Афона появляются первые монастыри с строгим укладом каноном жизни в них. Так Афон становится очень важным религиозным центром, которому помогают императоры. Византийские императоры даруют Афону земли, деньги. Афону принадлежала большая часть полуострова Халкидики. И Афон всегда был сокровищницей. Там при монастырях хранились чудотворные иконы, христианские святыни. Это были мощи и различные древние манускрипты. Поэтому-то Афон и по сей день привлекает большое количество паломников. Но стоит сразу сказать, что паломники – это только мужчины. Потому что около тысячи лет уже существует закон, который запрещает женщинам появляться на территории Афона. Сегодня на территории Афона действуют 20 монастырей. Все эти монастыри мужские. Для того, чтобы попасть на Афон, мужчины должны получить специальную визу. Но об этом скажем. Афон официально относится к Греческой Республике. Находится на территории Греческой Республики. Но живет по собственным законам. Законам Греции не подчиняется. Подчиняется только Вселенской Патриархии Константинопольской. Есть даже особая граница. Она пересекает весь полуостров с запада на восток. И нет ни одной дороги, которая связывала бы Афон с территорией Греции. Все сообщения осуществляются только лишь по морю. Посредством паромов. На этих паромах на Афон доставляют все необходимые товары, грузы. На этих же паромах на Афон прибывают паломники. Специальные визы, которые получают для посещения Афона, паломники получают в пограничном городке, в городке Урануполе, в бюро паломников. Визы эти называются «Диамонитерион». На оформление этих виз требуется, как правило, несколько дней. Ценность и значимость Афона для верующих, для православных всего мира ее невозможно переоценить. Афон можно посетить в рамках многих паломнических программ, вместе с гидом-богословом. Можно Афон посетить и самостоятельно. Пребывать на Афоне можно как в течение одного дня, так и в течение нескольких дней, оставаясь на ночлег в обителях. Вместе с монахами присутствовать на богослужениях, совершать трапезу. То есть полностью прочувствовать особенности жизни монастырей. Как вы понимаете, своими личными впечатлениями от пребывания на Афоне я с вами поделиться не могу. Но те, кто там побывали, все как в один голос говорят о том, что особое ощущение, такое чувство, что попал куда-то в другой мир, полностью отрешенный от мирской суеты, суматохи. Действительно место благоговейное. Даже период долгого, почти 500-летнего турецкого владычества, жестокость завоевателей, попытка насадить другую веру не сломили монахов. Жителям полуострова Халкидики пришлось перенести многое. Период турецкого владычества начинается в 15 веке. И в это время полуостров продолжал играть ту же самую роль, что играл в византийские времена. Полуостров являлся сельскохозяйственной территорией. В начале 20 века, только лишь в начале 20 века, полуостров был освобожден от турецкой власти. Первые несколько десятилетий местные жители продолжали заниматься сельским хозяйством. И только к концу прошлого столетия на полуострове Халкидики начинает развиваться туризм. Но об активном развитии туризма мы можем говорить только последние 15 лет. Все три полуострова, все три мыса – это курортные зоны. И каждая из этих зон – это место со своим колоритом. Например, третий полуостров – это более спокойный, более умиротворенный регион для отдыха. Все там дышит афоном. Второй полуостров – это место с очень красивой, богатой природой, с прекрасными пляжами. Второй полуостров, визитная карточка второго полуострова, как раз-таки от сочетания сосен и моря, кристально чистого. Тоже размерен отдых на Ситонии. Ну а западный полуостров – это место с красивой, богатой природой. Но известна Кассандра как место активного отдыха. Это возможность совместить пляжный отдых с активным отдыхом, с развлечениями. На Кассандре больше всего населенных пунктов, если сравнивать с другими полуостровами, с Ситонией, с Афоном. Конечно, в этих населенных пунктах гости могут погулять по уютным улочкам городов, могут отведать блюда национальной кухни в разнообразных тавернах, кафе, выпить кофе с прекрасным видом на море. То есть активно провести время не только днем, но и ночью, отдыхая в ночных клубах многочисленных, которых действительно огромное количество на первом пальчике, на Кассандре. Но давайте сейчас назовем все важные курортные города, все важные регионы на всех трех полуостровах. Раз мы уж начали подробнее говорить об Афоне, давайте разговором об Афоне и продолжим. На севере третьего полуострова, как раз на территории монашеского государства, находится городок Урануполе. Этот небольшой городок, уютный городок, там большое количество таверн, магазинов сувенирных. Визитная карточка этого города – это башня. Византийская башня, она принадлежала когда-то одному из монастырей, находится прямо у моря, около порта городка Урануполе. Этот городок имеет непосредственно отношение к Афону, потому что большинство паломников, которые отправляются на Афон, они ночуют перед отправлением на Афон именно там. Визу свою получают бюро паломников именно в Урануполе. Паромы отправляются на Афон именно из этого города. Во время туристических поездок, ну это уже круизные путешествия к берегам Афона, куда допускаются и женщины, корабли прогулочные делают остановку именно в этом городе, в городе Урануполе. А напротив этого городочка, в море, находится остров, называется он Амульяни. Красивое очень место с идеальными пляжами, действительно песчаное дно, песчаный пляж и кристально чистая вода. И от Урануполя курсируют небольшие катера, которые могут всех желающих доставить до островка Амульяни. То есть те, кто отдыхает в этом регионе, могут совершить такое небольшое морское путешествие. Курортная зона на третьем полуострове, она невелика, как мы сказали, из-за того, что большая часть занимает монашеское государство. Отели находятся на западной стороне полуострова в одну линию, они вытянуты. Над городом Урануполе, то есть севернее городка Урануполе, находится еще один населенный пункт, называется он Ересос. Ересос – это по местным меркам довольно крупный населенный пункт, уже с магазинами, не только сувенирными, с тавернами, с песчаными пляжами. Рядом с Ересосом находится археологическая зона, руины византийской крепости. Отметить стоит, что это место не так известно среди русскоговорящих гостей, больше это место известно среди населения местного, среди греков и гостей стран Балкан. Потому что крупных отелей там нет. В основном там небольшие апартаменты, скромные гостиницы. Городок все-таки тоже значимый. Если говорить о достопримечательностях восточной части Халкидики, стоит назвать деревушку Стагера. Стагера – это место, где был рожден великий философ, мыслитель древности, и учитель Александра Македонского. В Стагере был рожден Аристотель. И рядом с небольшой деревушкой Стагера сейчас находится парк, парк Аристотеля. В этом парке представлены изобретения Аристотеля, и их можно испытать в действии. А со смотровой площадки этого парка открывается удивительный вид на весь полуостров Афон и на одноименную гору Афон. Городок Арнеа находится в центре полуострова. Этот городочек тоже привлекает внимание. В городке Арнеа сохранился традиционный архитектурный стиль. Двухэтажные домики, верхняя часть этажей выступает над нижним этажом здания. Уютные запутанные улочки, небольшие кафе. И если кто-то захочет прогуляться в этот городок, например, взять машину на прокат, то получится тоже большое удовольствие. Арнеа – это одна из нескольких деревень на Халкидиках, которая сохранила свой традиционный архитектурный стиль. Ну а на северо-востоке полуострова находится курортный городок Ставрос. Ставрос – тоже он малоизвестен среди русскоговорящих гостей. В основном это страны Балкан. Стоит сказать, что восточная часть полуострова Халкидики заселена меньше, чем западная. Это все связано с рельефом. Довольно гористая местность, и поэтому населенных пунктов там не так много. Переходим ко второму полуострову. Афон оставляем, получается, позади. Переходим ко второму полуострову – Кситонии. Второй пальчик – Кситония. И начнем свое путешествие по Кситонии с северо-востока этого полуострова. Начинается на северо-востоке этот полуостров с бухты Ормос-Панаяс. Бухта Ормос-Панаяс в переводе – это бухта Божьей Матери. А пляжи, которые окружают эту бухту, известны бирюзой своей воды. Потрясающе красивые места. Но прямо напротив этой бухты в море находится несколько островков. Самый большой из этих островов – остров Диапорус. Это острова Вурвуру. Что там особенного? В породе, которая слагает эти скалы, содержится слюда. И поэтому вода, искрица серебром, песок, как будто серебринками – это все из-за слюды. К этим островам организуются круизы. Можно на прогулочных кораблях побывать около этих островов, скупаться на этих необычных пляжах. Но для того, чтобы побывать на таких экзотических пляжах, не обязательно отправляться в круиз. Можно поехать дальше по побережью Ситонии, то есть южнее по восточному побережью Ситонии, и достигнуть населенного пункта Вурвуру. Вот там, в этом населенном пункте, рядом с этим населенным пунктом, как раз-таки пляжи, которые известны теми же самыми особенностями. Называются эти пляжи Каридья. В переводе это означает грецкий орех. Дело в том, что пляжи эти окружены скалами, которые обточены водой до круглой формы. Действительно необычное очень место, и тоже в породе содержится слюда. И тоже серебрится и песок, и вода. Так что можно там побывать. Пляжи Каридья рядом с населенным пунктом Вурвуру. Ну а если углубляться в полуостров Ситония вдоль побережья все южнее, направляться, то населенных пунктов там практически нет. Зато это густые сосновые леса. Это место, где можно встретить оборудованные кемпинги. Маленькие бухты, скрытые от глаз любопытных. Это излюбленное место отдыха молодежи. И юго-западная часть полуострова, на которой уже потом оказываемся, ее можно отметить за ее береговую линию необычную. Там находится порт Укуфо, это как внутреннее озеро, небольшой лиман. Вход в это внутреннее озеро между скалами довольно узкий. Сейчас это место, где живут рыбаки, там можно отведать свежие морепродукты. А если говорить о халкидиках, то в общем стоит отметить, что основным занятием местных жителей всегда было сельское хозяйство и рыбное ловля. Поэтому во всех тавернах можно отведать разнообразие деликатесов морских. Это и рыба различных видов, и кальмары, и осьминоги, и креветки. И все это будет свежим. Севернее порта Укуфо, это мы уже вдоль западного побережья продвигаемся, в море. Если погружаться с аквалангом, можно увидеть желтые кораллы. А еще севернее начинаются пляжи Торони. Это цепочка пляжей. Удивительной красоты пляжи с кристально чистой бирюзовой водой и крупным золотым песком. Песок это не просто песок, это ракушечник. К пляжам Торони нередко тоже приплывают корабли, приходят корабли туристические с тем, чтобы совершить купание около побережья. Большая часть второго полуострова – это заповедная зона. Активное строительство там нельзя вести, и поэтому гостиниц и населенных пунктов там не так много. Но все-таки один крупный гостиничный комплекс на западном побережье Ситонии имеется. И действительно большая часть Ситонии, южной оконечности полуострова, принадлежит этому гостиничному комплексу. Это комплекс Порто-Карас, который когда-то был самым современным, был самым крупным гостиничным комплексом Европы. У этого гостиничного комплекса есть собственный причал, есть поля для гольфа, единственная гостиница с полями для гольфа на Халкидиках. Ну а неподалеку от этого гостиничного комплекса находится небольшой городок Нейас-Мармарас. Это самый крупный городок, самый известный городок на территории второго полуострова. Городок Нейас-Мармарас – это оживленный населенный пункт, туда тоже приходят многие круизы, кафе, таверны, дискотеки. То есть место, где можно и не только днем, но и вечером отдохнуть. А над городком Нейас-Мармарас в горах находится небольшая деревушка, называется она Парфенонас. Это вторая деревушка с сохранившимся архитектурным стилем традиционным. Там немного зданий, и во всех этих старинных зданиях в основном сейчас открыты таверны. А прямо напротив городка Нейас-Мармарас в море находится черепашка, остров черепахи. Называют этот остров не потому, что там много черепах, а из-за того, что он по своей форме действительно очень напоминает панцирь черепахи, Келифос. К этому острову тоже приходят многие круизы для того, чтобы устроить купание в открытом море. Далее, если следовать вдоль побережья, все севернее и севернее, начинаются крупные гостиничные комплексы, довольно крупные отели там построены. И есть известные пляжи. Это пляжи Лагумандра, пляжи Калугрия, пляж Агесуанис и многие другие. Также уже более активная застройка начинается. Там большое количество дач местных жителей, тех, которые живут в Солониках или других окрестных городах. То есть уже начинается более активная застройка. Также ситония славится своим медом. Еще с древности славится своим медом, который там производится. И поэтому до сих пор местные жители эту традицию хранят. На Ситонии очень много магазинов, есть завод по производству меда. И мед в Ситонии славится своими качествами, чистотой и полезными свойствами. На перешейке между Ситонии и Кассандрой. Это мы уже переходим ближе к первому пальчику. Сохранились руины древнего города Олинфос, того самого, о котором мы говорили. Встречаются также несколько населенных пунктов довольно крупных, например, Метаморфоси, Никити. Это небольшие городки с развивающейся инфраструктурой. Но вот как раз эти места известны для отдыха все-таки больше среди местного населения. Ну а над Ситонией, над перешейком, почти по центру полуострова Халкидяки, находится столица этого места, столица Халкидяков. Это город Палигерус с населением около 10 тысяч. Столица не является курортным регионом, просто находится она далеко от моря. Вот мы и добрались с вами до западного побережья полуострова Халкидяки. Западное побережье, как мы уже сказали, оно более активно застроено. Там намного больше населенных пунктов. И первый населенный пункт, который мы назовем, этот населенный пункт находится не на пальчике, а на материковой части полуострова. Называется он Неокаликратия. Довольно молодой городок. Стал он популярным курортом. Небольшие уютные гостиницы, кафе, таверны. Известен также этот городок тем, что там представлены представительства, филиалы шубных фабрик города Кашторья. Вот в Каликратии можно найти выбор меховых изделий. Далее, если на уровне Каликратии углубиться в полуостров Халкидяки, там можно найти еще одну достопримечательность этого места. Можно увидеть пещеру. И можно побывать в этой пещере. Это пещера Петралуна. Сталактитовая пещера. Очень красивая пещера. По сей день сталактиты, сталагмиты образуются. По этой пещере можно пройти около 800 метров. Она открыта для посещения. И это место тоже очень популярно среди туристов. Ну а если мы все-таки переходим на западный полуостров, на Кассандру, то на самом основании Кассандры находится городок Нес-Мармарас. Это крупный населенный пункт. Пардон, Неамуданя. Неамуданя – это действительно большой город для халкидяков. У него население такое же, как у столицы. Это самый крупный порт полуострова Халкидики, сельскохозяйственный порт. И в городочке Неамуданя гости могут увидеть не только сувенирные магазины, таверны, кафе, но и другие магазины, магазины с одеждой. То есть это крупный населенный пункт полуострова. Гостиницы рядом с этим населенным пунктом тоже есть. Рядом с поселком Неамуданя есть еще один населенный пункт. Называется он Неапотиде. И этот населенный пункт известен своим каналом, который был прорыт еще в древности. Канал этот соединяет два залива. Акваторий двух заливов – залива Термического и залива Торонеос. Был прорыт в древности для того, чтобы сюда мне приходилось огибать весь полуостров с юга, чтобы попасть из одного залива в другой. Поселок Неапотиде – это тоже курортная зона с широким пляжем. Действительно хорошее море. Крупных отелей в самом поселке нет. В самом поселке небольшие апартаменты находятся. А вот рядом с городком Неапотиде целая цепочка. В одну линию выстроены крупные современные гостиницы. Дальше. Если продвигаемся вдоль полуострова, встречаем еще один населенный пункт. Это поселок Неафоке. Курортной зоной известной Неафоке не является, но известна она башней. Средневековая башня, которая тоже принадлежала одному из монастырей Афона. Это был монастырь Святого Павла. И возвышается она над морем очень живописно. Южнее Фокии находится поселочек Афитос. И Афитос это третий поселок на Халкедяках, где сохранился архитектурный стиль традиционный. Каменные двухэтажные домики, узкие улочки, особая атмосфера царит в Афитосе. Афитос построен на скале. И поэтому можно прогуляться по многочисленным магазинам, выпить чашечку кофе, отобедать или отужинать в тавернах. А таверны, из-за того, что городок стоит на скале, у многих из этих таверн потрясающий вид. Вид на море и вид на второй полуостров, на полуостров Ситония. Афитос привлекает очень большое количество гостей. В самом городке можно не только по магазинам прогуляться, можно посетить и кривический музей. А рядом с Афитосом находится самый известный город на Халкидиках, самый известный город на первом пальчике – это Калифея. Калифея – это эпицентр событий. На самом деле, переход от Афитоса до Калифея не заметен. То есть застройка не прекращается. Калифея – это самый активный отдых. Рядом с Калифеей находятся несколько крупных ночных клубов. Это резиденция ночных клубов города Салоники. Калифея облюбована местной молодежью. Ну и не только местной молодежью, но и гостями из других стран. Множество кафе, таверн, магазинов. У моря, если спуститься к морю, можно увидеть руины, руины храма Амун-Зиевса V века до нашей эры. То есть и история, и развлечения. Все это в Калифеея можно встретить. Рядом с этим населенным пунктом находится крупный гостиничный комплекс, но и в самом городке много небольших отелей и апартаментов. Как раз за Калифеей начинается песчаная коса с идеальным входом в море. Очень широкий пляж, песчаный пляж. Эта коса длится на протяжении нескольких километров. За Калифеей следующий населенный пункт, который на пути встретится, это Криопии. Холодные источники. В переводе сам городок он находится у моря, а дорога проходит по вершине скалы. То есть как бы этот поселок разделен на две части. Пляж тоже неплохой. Этого места гостиницы находятся либо у моря, либо в верхней части поселка. И гостям предоставляется трансфер. Это может быть автобус от гостиницы или паровозик, который ходит по этому поселку. Дальше встречаем населенный пункт Полихрона. Это место тоже облюбовано гостями из Польши, Сербии, Болгарии. Небольшие отели. Типичный для халкидиков населенный пункт. Отели, небольшие таверны, кафе, бары. Но все-таки больше намного интереса для нас это представляет поселок Ханёти. Рядом он находится с Полихроном. Ханёти и Певкохори это два названия, два населенных пункта, которые находятся на юге первого полуострова. И они могут поспорить активностью своей жизни с Калифеей. Ханёти, он чуть севернее Певкохори лежит. Ханёти выстроен вокруг главной площади. То есть все улицы идут лучиками от главной площади. Тоже очень активная жизнь, большое количество таверн, Певкохори. Там уже более простая планировка. И Певкохори, и Ханёти это галичные пляжи. Но действительно места очень активные. Южнее по полуострову, если следовать, крупные населенные пункты уже заканчиваются. Там мы встретим пляжи Гларокавос. Это тоже галичные пляжи. И на самом юге полуострова большой пляж Хруссо. Это бухта Хруссо. Пляж Хруссо это идеальный тоже песчаный пляж в форме подковы. Оттуда отправляются многие круизы. Круизы развлекательного характера. Искупаться, позагорать. Южнее Хруссо уже начинаются скалы. То есть вот такой действительно удивительный пляж. А затем уже скалистые берега. скалистые берега юга Кассандры известны тем, что туда иногда приплывают тюлень монахи. Это очень редкий вид, занесенный в Красную книгу. Он находится на грани исчезновения. Вот там в этих уединенных скалах эти животные видимо находят покой. На самом юге полуострова находится небольшая деревушка Палюри, но туристической она не является. И на самом деле это в принципе может вызывать интерес. Для того, чтобы посетить населенный пункт, где не так много отдыхающих, отведать именно в традиционной таверне местных блюд, тоже для многих это интересно. Уже если мы продвигаемся дальше, то получается с юга полуострова перемещаемся на юго-запад, на западное побережье Кассандры. И там сразу же мы встретим Айя-Параскиви, небольшой поселок, Святая Параскива Айя-Параскиви. И этот поселок известен термальными источниками. Там находится спа-центр Айя-Параскиви. Несколько довольно известных отелей тоже там расположены. Еще севернее встречаем городок Скиони. Тоже курортная зона, но сразу скажем, что западная часть полуострова, но все-таки эти городки они не такие шумные, не такие активные, как города восточной части Кассандры. Скиони был построен на месте древнего города. Скиони сегодня это небольшой городочек с портом, галечный пляж в Скиони, есть гостиницы, то есть для такого тихого размеренного отдыха. Дальше, если идем вдоль побережья, встречаем древний населенный пункт Мэнди, одноименный кстати отель, там Мэнди построен. Мэнди в древности являлся одним из первых населенных пунктов Халкидики, и гостиница Мэнди, которая была в 60-х годах построена, это тоже одна из первых гостиниц, которая на Халкидиках строилась. Севернее еще находится населенный пункт По-Сиди. На мысе По-Сиди это место известно было еще с древности, там тоже сохранилась археологическая зона, ну а мыс По-Сиди это довольно необычное место, мыс клином вдается в море, и с одной стороны этого мыса всегда море спокойное, а с другой стороны море всегда волнуется. Даже во время штормов с одной стороны это тоже известное место для отдыха, прекрасные пляжи на мысе По-Сиди и рядом с По-Сиди находится еще один населенный пункт, называется он Фурка, довольно крупный поселок среди поселков западной части полуострова, есть несколько отелей известных Фурке, Северный еще городочек Сивери, вот этот городок известен тем, что рядом с населенным пунктом большой амфитеатр, и летом там проводят фестиваль Кассандры, в июле месяце проводят этот фестиваль, и на этом фестивале выступают известные исполнители греческие, и при желании можно побывать на концерте, причем всегда выступление только вживую, под открытым небом, то есть такой тоже особый колорит. Если следуем далее по основной дороге, тогда в центре полуострова встречаем городок Кассандрия, это столица первого полуострова, не курортное место, просто крупный населенный пункт. А на западной стороне полуострова Кассандра стоит еще также отметить гостиничный комплекс Сани, этот гостиничный комплекс тоже является очень крупным гостиничным комплексом, поэтому его отдельно выделяем тоже своей гаванью, со своим причалом. Одна из наиболее современных гостиниц на полуострове Халкидики. Вот мы основные населенные пункты полуострова и назвали. Назвали особенности каждого из населенных пунктов. Действительно на Халкидиках есть место для отдыха людей с разными потребностями. Есть более спокойные места для отдыха, например, Афонси, Тони, места с потрясающей природой, места, где можно отдохнуть активно. Это, например, первый полуостров. Все-таки молодежи будет намного веселее на первом полуострове. То есть разнообразный вид отдыха может предоставить полуостров Халкидики. Поэтому неслучайно на протяжении уже очень долгого времени он и является местом отдыха не только греков, но и гостей из других стран. Надеюсь тоже, что информация, которую сегодня назвали, будет вам полезна. Надеемся, что когда-то она вам пригодится в работе. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова